Илита Арксплюй Продакшн представляет. Ладно, окей, довольно интересно. Хорошо, смотрим. КСВ у нас забанили Клопу и Дрофрэнджер. Пикнули Гирокоптера, Шейкера и забанили Феникса. Тураст забанили Чена. Какого Чена? Они же не пикли Чена. Почему вы баните Чена каждую игру? КСВ еще не пикли Чена. Ну ладно, допустим. А, смотрите. О-о-о. Молодцы. Тураст забанили Чена. Смотрите. Потом внимательно лицезрейте своими очами. Забанили они Виверн. Из чего вдруг, да? Забанили они Лешрака. Ну и забанили Бистмастера. Ну молодцы. Это, наверное, самый лучший бан, который можно было сделать. Хотя КСВ достался Гирокоптер. Опять же, тот самый герой, за которого сейчас многие выигрывают, это уже проблема. Короче. Тураста пикнули Андайинга. Это уже интересная дота будет. И Шторм Спирит. Сторм Спирит. Сторм. Ладно, все, ждем, короче, бан от КСВ. Ожидаем бан от КСВ. Но, минимум, это, наверное, будет самая интересная игра из двух. Во-первых, появляются интересные герои. Очень интересные. Андайинг. Шторм. Во-вторых, наконец-то забанили стандартный. Тоже, короче говоря, часто пикаемых героев. Это вот Виверн. Или Шрак заколебали они уже меня в этих двух играх. И КСВ забанили Леона. Ну, Леон, он, да, он один из самых лучших саппортов во вселенной. Это у которого Стан и Халявный Кекс. Плюс Ультимейт очень сильный. И есть Сосай по Шлешвили. Ладно, ждем. Ну, СФ, ладно, пикнули СФ. То есть, уже теперь у КСВ два нормальных кэри. Два мейн кэри. Ну, два кэри, короче. Посмотрим, что сделает Траст в ответ. Интересно, каких они будут кэри пикать? Снайпера? Хотя уже снайпер не актуальный. Сейчас посмотрим. Это будет очень интересно, что они сейчас пикнут. Настолько интересно. Это просто забейте. Интрига тысячелетия. Так, ждем, ждем, ждем. Я пока проверю работоспособность. Еще раз. Давайте сейчас быстренько напомню вам. А, для тех, кто смотрит сейчас стрим. Именно после этой игры, я открою доступ к двум видео у себя на канале. Первое видео, это вчерашний стрим. Там была игра Na'Vi KZ против, 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 против совбы. Ноунейм команды, короче. И там, один баг с вардами. Батрайдер. 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 Да, довольно интересно. Интересный. Великолепный герой. Очень хороший герой. Как раз Батрайдер нужен, чтобы всех цеплять. Типа СФ и Гирокоптера. Батрайдер пробивает БКБ. А СФ и Гирокоптер будут собирать БКБ. Молодцы. То есть, забанили Бистмастера. Бистмастера, правильно? Да, Бистмастера, все правильно. И пикнули Батрайдера. В принципе, чем-то они похожи. Ультимейтам похожи. То и то пробивает БКБ. То и то пикают против БКБ. Ладно, смотрим, что он сейчас делает КСВ. Они сейчас так пересрались. Опять же, я болею за Траст. Честно. Я хочу, чтобы выиграли Траст. Хотя КСВ тоже достойны этого. Вот они очень много уже игру встречались. Это уже распятанные ранее. Играют против друг друга. Ну, посмотрим. Огармаг. О, Огармаг, пухляк. Пухленькая попка. Огармаг, двухголовое чудище. Огармаг. Это стан у нас хороший. Горелка-перделка хорошая. Потом баф хороший у него. Мультикасты. Ну, опять, Огармаг хорошо, чтобы, например, вылавливать шторма. Нет, я лучше буду говорить Сторм Спирит. Сторм. Сторм Спирит. Как лучше говорить? Шторм или Сторм Спирит? Ладно, ждем. Undying. Кстати, даже сейчас я гляну. Сколько я помню. Сейчас я вот и беру. Пишу. Дота, два, баф. И Undying, он занимает лидирующие места по винрейту. То есть, с этим героем больше всего выигрывают игры. Захожу на этот баф-баф. А, вот. Винрейт. Первое место занимает Омник. То есть, очень много с этим героем выиграли игр. Второе место Undying. Так, хорошо. Висп. Это очень интересно. То есть, сейчас они будут пикать под Виспа. КСВ сейчас забанят Тинни. О, ну, естественно. Я читаю игру. Но то самое шаблонное, что могло быть, это Висп плюс Тинни. Стандарт. Но, если сейчас Траст пикнут... Вот, многие спорят, как правильно называется этот герой. Чаус Канайч. Или Хаус Канайд. Постоянно спорят. И никто не знает, как правильно называется в итоге. Как же его назвать-то? Конь? Лошадь? Ну, вы поняли, короче. Если пикнуть Чаус. Хаус. Кто-то говорит, это Шек Кэйлт Канайд. Это, говорят, один из тех героев. Который постоянно оспаривает его имя, произношение. Вот, если они его пикнут, то это по-любому победа-то раз гарантированно. Пикните Разора. Ладно, КСВ пикнули Кентавера. Если Разор, я монитор разобью, честно. Ну вот, в чате пишут, называют Чаус. Так, в этом прикол, что если я, например, я буду говорить Хаус Канайд, мне будут делать замечания, говори Чаус. Если я буду говорить Чаус Канайд, мне будут говорить, ты че такой тупой, говори Хаус или Кейт Канайд. То есть, ладно, как говорю, так и буду говорить. Или просто мне взять, вот честно, нанять репетитора. Ну и не нанять, а один раз встретиться с профессионалом английского языка. С профи английского языка и спросить, все вопросы ему задать. СВ, ну, это вот очень оригинально, посмотрим. Скорее всего, будет Бисп плюс СВ, святочка. СВ, я говорю, это мне герою тоже очень нравится, я считаю, что это очень мощный герой, что очень мощный, очень. Очень мощный, очень, очень. Ну, например, КСВ, они ничем не пробивают БКБ, вообще ничем. Просто ничем. Ну, то есть, они не могут остановить БКБ. Не могут. Батрайзер? Интересно. Да, вот именно про разные предметы я согласен, что вы будете мне советовать, я буду так называть. Но Чаус Канайд, с ним все очень сложно. Я говорю, очень много вариаций. Ну, ладно, все, забыли про этого Чаус Канайд. Что, его здесь даже нету. И вылетел, опять же, тот самый мудозвон. Ну, естественно, кодот. Кто же еще так? Ладно, давайте пробежимся. Пауник. Нейбл. За Undying играет Boombell, MyPro играет за Storm Spirit, Abba играет за Batrider, Jab играет за E.O. Кто-то говорит Висп, кто-то E.O. Лейклз играет за Суэн. Суэн. Ну, это само собой, не Суэн. Саппорт. Я вам открою секрет. Это Суэн Кэрри. А, GoDot. 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 Играет, а... А за кого он играет? Так, здесь героя не показана. Дайте я пробую вспомнить. Так, у нас есть это. Не помню, я хочу, конечно, голову ломать. Ладно, потом скажу. Тайди, Туди, Тейди играет за Кентавра. Вейдин Курэйш играет за Сэфэ. 343 за Шейкера. И Чейн за Геракоптера. А за кого он играет? Подождите. Кто помнит? Пишите, пишите быстрее. За кого он играет Розовая? А, Ого, точно. Двуголовый шляпошник. Как же я забыл. Ах, два рта, две головы, два глаза. Ой, нет, не два глаза. А почему Огры? Подождите, у него четыре глаза получается, у Огры. Хотя в мифологии Огры был с одним глазом. Это баг? Задрали. Теперь СВ наливанул. А, у него итем баг. Кстати, да. Сейчас Доти 2, какой идет? International 5. Это пятый год игре. Пятый год игре. И до сих пор это сраный баг с итемом. То есть, когда у тебя вот так предмет зависает, на курсоре, и ты не можешь это, убрать его. Такой, такой бред вообще. Приходится Доту перезагружать. Ладно, ждем. Ждем, ждем. Вот это будут, наверное, самые интересные из двух игр. Здесь очень интересный пик. Давайте я попробую угадать сейчас тогда расстановочку. Расстановочка. Начнем с КСВ. Ну, с ФС, скорее всего, мид у нас пойдет. Кентавр Харду. Потом Огр будет роуминг. То есть, он будет опять бегать по лайнам. Бла-бла-бла. Кидать станы. И у нас... А, нет. Нет. Шейкер будет роуминг. Потому что это стандартный роуминг-герой. А уже Огр плюс Герокоптер будет стоять на... Это что пишут в чате? Ну ладно, подождите. Не отвлекайте меня. Еще раз. Герокоптер стоит вместе с Огром на Изи Лайне. Шейкер роуминг. Сэфэй Мид. И Кентавр Харда. Теперь за этих. За этих. А, Андаин Харда. Вис плюс Вен Изи Лайн. Батрайдер или пойдет в Изи или Лиса. И Шторм Мид. Я люблю вот такие прогнозы делать, угадывать. Сейчас посмотрим, правильно ли я сказал или нет. Будем ли мы мне кидать репорт? Репорт. О, здесь можно, кстати, выбирать всякие плюшки. Вау. Ну вот вы видите, что у меня самый лучший интерфейс в истории доты. И даже в будущем лучший интерфейс. Хорошо, разбегаются команды. А, опять эта сраная камера. Подождите секунду. Вот она все. Кентавр. Вот, например, Андаинга давно и не видел. Кентавра давно не видел. Гирокоптер постоянно вижу. Шейкер постоянно. Это вот аналог Леона. Вот, у нас Шейкер, видите, с насекомым. Не насекомое существо. Ну, матно сделали. Прикольно, молодцы. Ладно, что ж. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Хотя, подождите, у нас Вис плюс Вен. Они могут спокойно пойти и на мид. Это тоже стандартно. То есть, когда, например, Вис плюс Ти не стоят на миду. Против СФ. Они, скорее всего, так и сделают, да? Да, да, да. Ну, это, ладно, это нормально. Это стандартная ситуация. То есть, Шторм будет на изи-лайне. Молодцы, правильно придумали. Если Шейкер в инвизе, то, конечно, да, тоже существовало в инвизе. То же самое, что у этой УЦМки. То есть, если УЦМку не видно, то ее собаку тоже не видно. Но это было бы вред, если было бы видно. Сам подумай. Ну, ты представь ситуацию, да? Бегает такая, по полю собака бегает, бегает. Все бы поняли, что там СМка рядом. Ну, да. Хорошо, молодцы. Очень грамотно сделали. Не, здесь я болею за трасс. Молодцы. Ой, молодцы. Пик просто великолепен. О, Шторма как попинали, а? По лицу, под лицу. По лицу, под ли... Ну... Да он вряд ли уйдет уже. Он понимает это, что это смерть. Это смерть. Сплющего. Пххх. Ну, вот у нас ФБ на Шторме. Ну, я бы сказал, что это вообще ничего не значит. Абсолютно ничего. Просто ничего. Ну, так получилось, честно. Шторм получит шестой уровень, а они ему ничего не сделают. Как поймать Шторма? Ну, блин, Даггер соберет Кентавр, будет ловить Шторма. Может, дать Фиссуру Шейкер. Ну, посмотрим, ладно. В любом случае, сейчас надо Шторму получить шестой уровень, и все, и будет посрать. Так, смотрим дальше. Вот, вниз перемещается Undying, и у нас просто в харде остается Батрайдер. Или, по-другому говоря, Батрудину. Ну, Файтрайдер и Батрудинов, это два одинаковых слова, запомните. Но Undying великолепный герой. Просто шикарный. Особенно для агрессии. Я тоже его обожаю. Не сказал бы, что у меня прям хорошо получается за него играть. Ну, не знаю. Может быть, в лейте, когда много итемов, да. Но в начале меня быстро убивает. Но герой великолепный. Мне очень понравилась идея Свен плюс Висп и на Мид. Тем более, что на Миду СФ стоял один. Ну да, как я говорю, что Шейкер, он будет роуминг, само собой. Вот он бегает. Он будет стараться сейвить. Хотя, мы, по-моему, видели первую игру. Там тоже Шейкер и плюс кто-то еще. Убили Undying'а. Да ладно. Да что вы делаете? Почему фидите? Смотрите, начинает фидить. Как можно было убить Undying'а? Ну, понимая, там стан, два стана. Как можно вот так поставить? Ну, ладно. В любом случае, здесь основа Свен плюс Висп. Ну, плюс Батрайдер. То есть, Батрайдер может кучу бабла поднять. Самое главное, чтобы не умирал... А, да, статистика. Чтобы не умирал Свен. У нас по Крипп стану первое место Свен. Потом идет Герокоптер. И по общей ценности. Ну, графики здесь смотреть просто бессмысленно. По 100 монет идут. Просто бессмысленно. Вот, появляется смолк у Огра. Что-то будет замышлять. Может быть, Огр оставит на лайне Кентавра и пойдет гангать. Ну, да. То есть, вот они понимают, что, скорее всего, Висп... Ну, Висп и Лока кому удобнее. Могут со Свеном убить Свен и здесь будет стоять Шекер постоянно. Сейвить. Вот его насекомое. Насекомое. Почему это я насекомое говорю? Существо его. Насекомое. Это не насекомое. Кто не знает, это существо, оно работает на определенных героев. То есть, нельзя на любого героя его взять. Его можно взять, например, на Шейкера, на Акса, на Джаггернаута, там, еще на кого-то. И оно выпадает, по-моему, только за покупку Компедиума 50-го уровня. 50-го. Висп ушел и оставил Свена одного. Это такой провал. Хотя, они, в принципе, просто поставили вард. Так, еще раз в чате вопрос перефразируй. Ну, смотрите, ну что такое, это просто изнасилование. Вот он меня напомнил Сашу Грей. Хотя, хотя... Ну, у него горелка... Нет, у него стан. Молодцы, вот это красота. Вот за это я люблю Undying. Вы просто посмотрите. Просто, мама. Просто велисимо. Ладно, все, минус 2. Вот он, Undying. В чем вся суть Undying? Ты ставишь Tomba, да? И самое главное тебе максимально долго удержать там народ. То есть, чем дольше стоят враги у Tomba, тем больше... Я правильно делаю ударение Tomba? Tomba, Tomba. Если неправильно, то исправьте меня. Чем дольше враги стоят возле тамбы, тем больше будут зомби. И тем больше шансов убить врагов. Ну, в любом случае, великолепная сейчас игра Undying. Выжжена сопля. Хотя его могли, конечно, убить. Вот, втроем его колотили в три ствола. Просто, да, убили его сракотан. Все, перешел в лес у нас Батрайдер, Батрудинов. Убили Курьера. А где убили-то, подождите. Убили Курьера, убили. Ладно, так. Спали, ну, здесь Огр-мага. Ну, пока у Свена, конечно, дамага не хватает. Нет, вот он. Вот он, преимущество Шейкера. Это его самая фиссура, которая просто, ну, невероятно огромна. Ну, что это такое? Ну, смотрите, на полкарты кинул. В итоге он перекрыл проход. Ну, давай, Свин, давай. Свинтус, 0-0. Молодец. Самое главное, чтобы его не убивали. Мы знаем, что Свинтус сам по себе сильный. Но если еще плюс Висп, это такая агрессия. Агрессион. Ему срать на любые БКБ. Просто срать. Также один из сильнейших героев это Шторм. Именно Гангер. Ну, ладно, смотрим. Так, Батрудинов, что у нас фармит, у нас потихонечку даггер. Ну, давайте пробежимся по итемам. Undying. Undying у нас щиток и тапок. А, Сторм Спирит. Ни хрена у него нету. Нет, сейчас все одни бомжи. Нет, даже не смысл смотреть. Так, СФ проседает. Пошел в лес. Давайте. Убейте СФ. Ну, ладно, нормально, жив. И получает уровень Шейкера. О, у них же еще Гирокоптер. Я забыл про Гира. Гира-то вообще фрифармил до этого времени. Смотрите, он сейчас долго стоит под... А, смотрите, смотрите. Под том, под том бой долго стоит. Эх, ладно. Погиб у нас Гирокоптер, погиб у нас Шторм и Undying. Ну, потому что Гирокоптер, он сделал очень сильный проказ, ультанул. Вообще, у Гирокоптера невероятно сильный первый скилл. Очень сильный. Очень сильный. Тем более, что он в одного входит. Ладно, смотрим тогда по Крипстату. Первое место. Ванимает Гирокоптер. Ну, я сказал, что Гирокоптер там фрифармил, потому что Батрайдер отдал ему онлайн на фрифарм. Свен, ты не умирал. Хорошо. Хорошо. Самое главное, Свен не умирал. Появляется у Свена ПТ. Мы в первую очередь будем смотреть на Кэрри. Это самое главное в игре. Кэрри. Кэрри. Запомните, три буквы. Кэрри. Ладно, смотрим. Шторм в шестой уровень. То есть, его сейчас убить настолько сложно будет. Хотя, смотрите. Ой, как ты. Ой, как опасно. Ой, опасно. Ой, опасно. О-о-о-о. Чуть-чуть-чуть. Чуть-чуть. Я говорил. Ну, это было, да. Очевидно, что он умрет. В итоге погиб у нас Кентавр. И... Шторм. Смотрим дальше. Опять смотрим на Кэрри. Кэрри. На Мэйн Кэрри. Ничего нового. Вот иди. А, ну, он, короче, или Момса берет, или БКБ. Посмотрим. С ФМС вообще ушел. Но он ушел в лес, потому что он боится. Он понимает, что его легко убивают. А, С Вен. С виспом. И собрал дугер. И мне нужно закрыть окно. Потому что нереально холодно. Про четыре буквы. Я знаю. Это сарказм. На будущее. Это сарказм. То есть я не считал буквы. Специально сказал три. Ладно. Поехали дальше. Ну, что у нас? По крипт-стату Герокоптер. И С ФМС занимает лидирующие места. Это хорошо для КСВ. И плохо для Траст. Как я быстро это сказал, а? С Вен. С Вен. Теперь надо быть поосторожней. Смотри, они стягиваются. У КСВ очень много станов. Ох. Висп, висп, висп. Виспуля. Подгорел саркатану виспа. Как плохо. Ой, висп. Ой, висп. Ну, смотрите. Огар стан. Кентавр стан. Потом Шейкер стан. Ну, и ракета Герокоптера. Это охренеть. Столько станов. Ну, там, видите, преимущество. Опять смотрим крипт-стату. Ну, нет. В принципе, Шторм немного нафармил. Но все равно. Шторм фрифарминг практически. То есть, смотрите, никого нет вообще. Теперь уже, в принципе, есть смысл смотреть предметы. Появляются арканы у Андайинга. Потом Шторм Спирит у нас. Банка. А. Будут собирать себе Соу Ринг. Тоже стандартная тема. Ой, как сейчас будет больно. Свен. Свен. Нет. Ха-ха-ха. Ну. Вот типичная кривая фиссура. Как можно было Накосячить и не перекрыть. Ну, я рад. Я рад, что они убили Свена. Я хочу, чтобы он выиграл. Ладно. Дальше идем. Обычно, знаете, мне что-нибудь не нравится, Что все комментаторы говорят. О, я там. Как они говорят. Типа, что я никого не поддерживаю. Кто победит, тот победит. То есть, они не могут сказать свою позицию. Своё мнение. А я всегда буду говорить. Я, например, за команду Траст. Мне больше нравится пик. Просто симпатизирую. Тем более, умирается Свен с Виспом. Ладно. Дальше идем. У Виспа Боттл. У Свена появляется Барабан. Хорошо. Самое главное. БКБ. Чем быстрее, тем лучше. Фас БКБ. Всю игру перевернет. Так. Огрмак. У него Сол Ринг. Что просто по КД. Станы кидать свое говно. Поджигать. Сраку. Убили. Засмотрелся я на предметы. Бот. Убили Шейкера. Это хорошо. Убил Свен. То есть, мейн кэри. Сейчас убил. Сделали ТП. Ну, давай, братюня. Давай. 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 Это больно. Так. Пытается загангать. Убивает Огра. Ультанул Свен. Все. Пошел дамаг. Удовый. Молодец. И. Убили Виспа. Короче. Все. В итоге у нас умирает Огр. Висп. Свен. И Андайк. Это вообще провал. То есть, Висп не смог засейвить Свена. Не смог. Да. Печаль беда. У Свена. 2-1. Ну ладно. Посмотрим. В любом случае. Начинает собирать БКБ. Молодец. То есть, это будет Свен без Мома. Без раннего Мома. Смотрим дальше. Огар Маг. Мы смотрели. Арканы. Да где вы друг друга убиваете? Убили у нас сейчас Шторма. Это печально. 7-10. КСВ. Ладно. Еще раз. Смотрим предметы. Я не могу посмотреть предметы никак. Дайк. А почему потратишь ни разу? А нет. Где-то он ультовал. Но мы еще не увидели на кого. Ну ладно. Смотрим. Огар Маг. Так. Ультует. Кстати. Вы помните, да? Новый Аганим на Кентавра. Что-то. Когда он ультует, все его союзники могут проходить сквозь препятствия. Сквозь деревья, всякие хаграунды и так далее. Сквозь гору и так далее. СФ через Мекку идет. Ну, никогда мне не нравится СФ через Мекку. Никогда. Убивают Шейкер. Это хорошо. Это хорошо. Давайте убить. Убить и Кентавра. Это хорошо. СВН убивает. СВН убивает. 700 голды. СВН с БКБ. Самая большая проблема, я уже говорил. КСВ нечем контрить БКБ. Нечем. То есть, если начинается замес СВН с БКБ, это ПОПа. БКБ, ВП, ЖП, ЗП. Так. Она здесь начинает замес. Но, все. Убивает Огра. И убивает Шейкера. Он как все хорошо идет. Для команды Траст. И вверху у нас убили. Я почти успел. Убили Андаинга. Все-таки здесь, в этой игре СФ его не загнобили. Да. Потому что вы видели. Сначала там его пытался засейвить. О, дайте я усядусь. Его пытался сейвить Аншейкера. А потом вообще он ушел в лес с СФ. В итоге у СФ 2.0. Молодец. Вот тоже вам урок, да? Если вы понимаете, что на меду вам тяжело. Там вас гангают постоянно. То тогда лучше куда-нибудь уйти. Например, в лес попробовать. Или чтобы попросить, чтобы к вам пришел саппорт. И стоял рядом с вами. Шторм. Шторм, шторм, шторм. Пока он ничего себе не собирает. Это будет или Буллстон, как обычно. Или будет Орчид. Так, ну давайте. Что у нас там у Свена? У Свена БКБ потихонечку. Очень медленно идет БКБ. Очень медленно. Хотя уже осталось 1300. Так, ну давайте сейчас посмотрим по общей ценности. У нас первое место у СФ. Первое место у Свена. Второе место у Свена. Ну я думаю, что Свена, естественно, может СФ жопу разорвать. И еще напомню вам. А, ну да. Здесь у нас СФ без ветров. Тем более. Тем более СФ без ветров. Кстати, глянем предметы. Андайвинг начинает собирать себе Мекку, скорее всего. Так, что-то они замышляют. Хотя Свен фармит. Ладно, смотрим дальше. Шторм. Шторм что-то купил. Засиранец. Бутстоун будет делать Шторм. Бутстоун. Молодец. Ну я говорю, это один из лучших героев. Просто великолепный герой. Просто пять с плюсом. Ладно. Смотрим. Опа, опа, опа. Батрайдер сейчас подгорит. У него пуканчик. Все, сракатан подгорел у него. Батрайдер в этой игре пока вообще никак не заходит. Вообще никак. Вот рисую чертежи. Так что происходит? Свен, нет, ну висп. Молодец. Вот это вот мне нравится. Хорошо, висп оттпшнул Свена на базу. Да я думаю, надо здесь его... Или драка будет. Не, нет, не. Драка, ну, может быть нет. Без БК. Это провал. Ладно. Умирает в итоге Кентавр. Умирает Свен. Умирает висп и Undying. Это, конечно, ошибка. Висп должен был оставить Свена на базе. Должен был. Пф, просто бред. Эх, печально. Печальная была драка для Траст. Очень печальная. Это мы по графикам все увидим. Хорошо, конечно, ждем. Просто ждем. Спасибо тем, кто подписывается на канал Твича. Я вот планировал добавить плагин от этого босса, чтобы выводилось сообщение, что подписан человек на вас. Ну, постараюсь завтра добавить. Мне кажется, это забавно. Это красиво, это прикольно. Ладно, ждем, когда Ливер вернется. А я как раз передохну пока. Опа. Так, ладно. все вернулся у гормак и мы готовы наблюдать дальше за этим замесом ну давай братью а это же самое дагу до того дому до зону лагает бесконечно она срать на него но трасс ну ханда и 15 что я увидел 15 он даем у нас 0 3 bis 42 40 cf 31 гирокоптер ну ладно в любом случае наше дело посмотреть игру в пошли на рошана их спалили уже пытаях полил их а спалил батрайдер и ничего них не вышло такой черный на это лёль лёль это уже так все очень грустно у траст очень грустно просто очень грустно но все равно шансы есть давайте глянем тогда пока быстренько графики ну 1500 это не деньги честно это у меня проезд еще 500 на работу потому что это говно короче это пока не деньги смотрим что у нас по предметам то же самое то же самое батрайдер покупает форстаф тоже стандартно форстаф плюс а даггер обеспа ничего нет убийц будут покупать себе урну бкб самое главное да я уже помню говорил моменты когда который переворачивает игру вот это нужно бкб посмотрим что будет с бкб с вен с бкб так у свина вообще еще вот смотрите да он будет собирать все таки себе мам мам бкб мам вы понимаете да это такая страшная сила то есть в идеале дальше чтобы сейчас он влетел с 10 мин ой 10 минутным господи 10 секундным бкб и с мамом вы представляете что будет вообще будет полная жопа так вот под смог идет идут идут спалили и убегают массы свэн живи свэн нет не выживет пока бы в него нету лёль печаль беда убили опять свэна и и о виспан ну что ж пока кажется что все хорошо ксв я согласен но 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 свэн это не такой герой надеть это не герой терпила и смотрите шторм сколько у тебя 64 до шторм шторма вообще вот пол игры играя сам по себе ну будет стоун хорошо и что дальше шторм будет стоун все посмотрим еще раз свэн бкб давай давай чувак вылетай бкб вот тебя прям ждут пять человек пятером ждут тебя они готовы смотрите ахан уже будет весело ля 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 так пошел говно по трубам и о как больно о больно умирает умирает на шторм благодаря тому что умер шторм сработала будут стоун и отрегене у всех союзников и все все да вот если бы не умер шторм не собрал бы он был стол это был бы просто копейка был бы конец здесь были на лов хп еще плюс три героя не что он конечно за решал очень сильно так не чудо свэн не зашел ладно допустим свэн не собрал мам поэтому не у нее ничего не получилось так бегают они за анда ингом анда инг уходит давай братью не давай давай нарезай погиб у нас шторм печаль беда уныние потеклянем крипста 138 но когда занимает лидирующие места кэри да у врагов это печально конечно печально забирает рошана туда же трасс ничего не могут сделать ничего ну все 50 чем могу сказать молодец молодец бкб есть мека есть ну свэнчик братьюня покажи нам хорошую вот mom да теперь скорее всего он может собрать себе кристалли с пойти в криты в любом случае до 1 сильнейших героев по критам ну там не считая фантом q то есть он может забрать помощью критов а пробегаемся давайте вот смотрите купили гем молодцы хотя бы не 30 минута я поздравляю купили гем давайте пробежимся пока у нас нету замеса пробежимся по предметам спокойно да по моему по моему нет смог 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 мой любимый смог свэн свэн у нас далеко ну висп все давай до свидания бедный висп но весь план ему можно умирать свэн у пока все у них идет плохо вот что он себе несет до кристаллис ну все правильно молодец все правильно так и тут забирать нижний товар нижний пока шторм сплит пушит молодец шторм занимаются делами он все таки мы глянем предметы я хочу глянуть очень медленно он даем но он постоянно подыхает потому что собирает мекку и забирает вышку забрали вышку хорошо пошел шторм давай братьюня ой все делаю тп ой 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 ультует короче говоря шейкер и минус шторм батрайдер фиг он там полетел у него хаста лёль неуловимый мститель просто она смотрим а у шторма все печально он будет собирать себе орчит потом батрайдер у него форста и блин даггер ну я уже говорю про виспа про армлет это про что а ты про свена не это очень редкая ситуация я смотрите первую очередь служу там не по своим играм там всегда все рассуждения основывается на играх которые я видел понимаете на про играх и поэтому скорее всего ему соберут кристаллис вряд ли мы соберут армлет ведь он купит на дорогой предмет все начинает уже потихонечку дамажить вышку давайте так смотрим за свеном свен бежит еще один шанс появился свена ведь они сейчас наглеют потому что у них есть аегис аегиса две минуты осталось две минуты пройдет они уйдут отсюда далеко а эти наоборот пытаются дождаться когда пропадет аегис такая двоякая ситуация стоишь он понимаете ситуацию ну свен свен так думает сейчас будет просто эпическая битва эпик что-то было а все понятно ладно ждут ждут просрал зачем-то бкб хотя у него есть аегис давай свен твой шанс пока ничего не происходит просто ждут аегис чуваки ну давайте ну все ха 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 все да вся драка боятся боятся трасс то есть теперь не скажешь тот раз какая-то сильная команда не смотрите все батрайдер пытался ультануть его убили о господи как больно свен свен о право убили андайнга убили виспа и убили свена все это полный провал короче прикиньте стоит свен у которого бкб даже не использовал бкб ну хорошо ты выкупился еще дальше все официально траста босоны впервые впервые ксв побеждает команду траст они до этого никогда их не побеждали по моему да так что секунду сейчас я гляну еще раз чтобы вам не наврать да да впервые команда ксв но она еще не победила нет она почти победила молодцы парни молодцы может значит что команда подготовилась и поднялась даже смотрите при том что им забанили их а сигнатурных героев забанили лишь рака смотрим за меня так ультует батрайдер на сф опа опа и убивают андайнга антоник даже по моему не поставил не поставил поставил том убивает у нас виспа убивает шторма убивает ну что пишет гг изи бризи быстрая игра ну чтож команда ксв молодцы просто молодцы впервые победили за пять встреч впервые мы их поздравляем поздравляем жмем руку и хлопаем в ладоши поставь лайк напиши комментарии подпишись на канал